Новая в деле экзамминистра образования и чем северянам помогут 10 тысяч шагов, об этом и не только сегодня в выпуске. Всех приветствую. Тромбозу нет. Настоящей угрозе 21 века можно и нужно противостоять. Как теперь знают участники акции 10 тысяч шагов. Архангельский ЦБК вошел в список мировых климатических лидеров. Гигант отрасли включился в программу сокращения выбросов парниковых газов. 19-й по счету и первый в Архангельске. Это про финал конкурса СМИ «Патриоты России» в числе лучших и нашей коллеги. Скоро подробности. Ломоносовский суд отправил под домашний арест экзамминистра образования области Юрия Гнедышева. Напомним, в пятницу 9 октября он был задержан по подозрению в развращении малолетних. Органам предварительного следствия возбуждено ходатайство перед Ломоносовским районным судом об избрании меры причиния в виде заключения под стражу в отношении экс-чиновника правительства Архангельской области. По результатам рассмотрения данного ходатайства суд не принял во внимание доводы органа предварительного расследствия. В удовлетворении ходатайства отказал и избрал в отношении обвиняемого меру причиния в виде домашнего ареста. По домашним арестам Юрий Гнедышев будет находиться как минимум два месяца, а следствие продолжается. Природоохранную политику усиливает Архангельский ЦБК. Предприятие совместно с СОФО организовало обучение своих ведущих специалистов по магистрской программе промышленная экология. Среди первых студентов инженеры, юристы и экономисты. Михаил Меньшинин подробнее. Семичасовая рабочая смена в Новодвинске днем, а затем четыре часа учебы в Архангельске вечером. Такой непростой график для Елены Гуровой станет привычным на ближайшие два года. Девушка – инженер-конструктор от ЦБК. На предприятии занимается перевооружением производства, подключает в работу оборудование. Сейчас осваивает новую специальность по промышленной экологии. Сейчас любая специальность, она связана с экологией. В любых сферах человечество старается правильно расходовать ресурсы, даже в энергетике, что доказывает, допустим, наш ТС-1. Они устанавливают новый котел, на котором сжигают по максимуму отходы, твердые предприятия, и мы получаем энергию для города. Елена и еще пять сотрудников от ЦБК проходят в САФУ обучение по магистрской программе платно. Но все расходы на себя взял комбинат. Чтобы специалист освоил азы промышленной экологии, предприятие выделило полтора миллиона рублей. Мы провели опрос среди работников Архангельского ЦБК, посмотрели инженерные подразделения, кто имеет экономическое образование, юристов. И специалисты, которые проявили желание обучаться в области охраны окружающей среды, мы приняли решение их обучить. От ЦБК и САФУ давно сотрудничают. Университет отправляет своих студентов проходить практику на комбинат. Архангельский ЦБК же получает возможность повысить квалификацию для своих работников. Недостаточно компетенции специалистов только в узкой сфере. Там инженер, механик, технолог. Нужно уметь знать, внедрять и применять технологии именно экологически безопасного производства. Поэтому цель – это повысить грамотность в сфере экологической безопасности и, конечно, получить новые знания. По планам АЦБК в ближайшие годы обучение по различным магистрским программам пройдут 25 сотрудников комбината. При этом открыты и другие направления обучения. Это курсы повышения квалификации, технические специальности бакалавриата и магистрская программа по химической технологии. Михаил Меньшанин, Денис Линчевский, Регион 29. Кстати, АЦБК вошел в первую тысячу компаний мира, заявивших о намерении установить научно обоснованные цели по сокращению выбросов парниковых газов. Еще в конце 2019 года Архангельский ЦБК официально заявил о своем намерении, которое отвечает требованиям Парижского климатического соглашения. Все в рамках корпоративной стратегии низкоуглеродного развития на период до 2030 года. Предусматривается сокращение прямых и косвенных выбросов парниковых газов на 55%. В первую тысячу вошли компании из 60 стран мира и почти 50 секторов экономики в совокупной рыночной капитализации более 15 трлн долларов. Россию в этом списке климатических лидеров представляют две компании, в том числе Архангельский ЦБК, являющийся единственным представителем российского ЛПК. По мнению экспертного комитета СБТА и глобальный переход к низкоуглеродной экономике ускоряется, создавая новые стимулы для бизнеса и одновременно усиливая давление на него. Ведь у компаний, подавших заявление, есть всего год, чтобы сформулировать цели и пройти независимую проверку на соответствие критериям СБТА. В Архангельске прошла акция «Нет тромбозу», хоть и всемирный день борьбы с недугом завтра, 13 октября, большой флешмоб организовали в воскресенье. 10 тысяч шагов вместе с участниками акции прошел и Александр Богданович. От первой городской больницы по набережной до Вечного огня и обратно. В этом маршруте важны не километры, а шаги. Их ровно 10 тысяч. Мы сейчас в данной акции хотим пропагандировать здоровый образ жизни, чтобы люди не сидели у телевизоров на диване, больше уделяли времени для прогулок. Именно пешие прогулки – лучшая профилактика тромбоза. По статистике, с недугом сталкивается каждый третий россиянин. Это причина многих инфарктов и инсультов, тревожные сигналы, нарушение ритма сердца и отдышка. Раньше, еще в 90-е годы, я по 45 километров ходил на лыжах за день. Буквально по 45 и даже больше. Туда до телефонки даю раз. А вообще далеко ходил? Далеко ходил. Сейчас уже не могу ходить. Ну все равно, смотрите, люди все спят, а вы сидите на надежной. Нет, я же туда уже сходил, до Ногинова и обратно пришел. Архангельск против тромбоза! Позитивное, хорошее настроение получаем, наверное. Да, и все. Вы сегодня получили позитивное настроение? Да, получила. На весь день. Акция стала не только хорошим поводом для профилактики, но и для разъяснительных бесед с каждым встречным. Своими мыслями делится Виктория Айвазова. Планку в 10 тысяч шагов берет вместе с сестрой и бабушкой. Если человек будет много ходить, гулять, тогда он может даже до 100 и больше лет. Ага, скажи, а ты сама любишь гулять? Да, я люблю гулять. Я с друзьями гуляю каждый день. А спортом занимаешься уже? Да, занимаюсь. Я теннисом занимаюсь. Ага, как нравится? Да, нравится. В группе риска больные с сахарным диабетом и гипертоники. Курильщики, любители полежать на диване, также чаще становятся жертвами тромбоза. Это вообще трагедия для всего мира. Вот как бы ни пыталась медицинская общественность, государство, правительство всех стран, на первом месте до сих пор стоит смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. А в патогенезе или в причинах вот этого заболевания это всегда тромбозы. Это инфаркты, это инсульты, это тромбоэмболии, это тромбозы, инфаркты органов. То есть вот если мы посмотрим, то все сердечно-сосудистые заболевания, они ассоциированы с развитием тромбозов. Чтобы тромбоз не одолел, нужно просто делать каждый день не менее 10 тысяч шагов. Нужно помнить, способов навредить себе много, а здоровье одно. Александр Богданович, Александр Кузнецов, Регион 29. В Архангельске прошла церемония награждения победителей и призеров всероссийского конкурса СМИ «Патриоты России». Он организован федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям при участии Минобороны. Среди победителей больше 200 журналистов, в том числе и из нашего региона. Алексей Макеев продолжит. 19-й по счету и первый в Архангельске. Это профинал конкурса СМИ «Патриоты России», который призывает журналистов к яркому и всестороннему освещению патриотической тематики. Этот конкурс заключается не в слове «патриотизм», и задача его совершенно не в том заключается, чтобы его участники выкрикивали словом «патриотизм», «патриоты». Это конкурс обо всем, что происходит в нашей стране, и участвуют в нем те, кто болеет за интересы нашей страны. Этот конкурс заключается не в слове «патриотизм», и задача его заключается не в том, чтобы участники выкрикивали «мы патриотизм», «мы патриоты». Это конкурс обо всем, что происходит в нашей стране, и участвуют в нем те, кто болеет за интересы нашей страны. 2020 год 75-летия Великой Победы, что не обошли вниманием организаторы конкурса СМИ, добавив две новые номинации «Без срока давности» и «Против фальсификации истории». Почетное право получить медаль за первое место досталось московскому журналу «Военная мысль» за цикл материалов «Великая победа под обстрелом фальсификаторов». Мы очень относимся болезненно к тем фактам, которые идут против, настроены прежде всего против России, против свет памяти, стремятся опорочить нашу победу, добытой такой трудной и тяжелой потери нашего народа. Среди победителей конкурса есть и представители Архангельской области. Так, дипломантами в номинации «Против фальсификации истории» стали Марина Евсеева и Алина Каргополова из студии «В связке юниор» телеканала «Регион-29» за выпуск своей программы, посвященной подвигу тружеников тыла. Еще зимой этого года мы снимали программу по Уйме, по Юмскому музею, по труженикам тыла Уймы и в том числе всей Архангельской области. Рождалась она, я бы не сказала, что как-то необычно, как и любая другая программа, но это была очень интересная для меня тема. Всего на конкурс «Патриоты России» в этом году поступило более двух с половиной тысяч журналистских работ. Победителями и дипломантами жюри признало около двухсот печатных, а также теле- и радиоматериалов. Алексей Макеев, Михаил Меньшенин, Ольга Красулина, «Регион-29». Такие новости и материалы выпуска смотрите в нашей группе ВКонтакте, а также на YouTube-канале. Ждем встречи с вами в 19. Ровно я не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин